Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Сегодня у нас на обзоре классический монокулярный микроскоп Optica M100F LED с максимальным увеличением в 1600 крат. На оптический прибор этой модели в нашем магазине хороший спрос, хотя цена значительно выше чем у ближайших аналогов. Давайте посмотрим на микроскоп поближе и разберемся почему так получается, выясним стоит ли действительно переплачивать за европейское происхождение. Микроскоп поставляется в картонном ящике внутри пенопластовой формы. Сняв верхнюю часть коробки, мы видим аккуратно упакованный оптический прибор полностью в собранном состоянии и вспомогательные аксессуары. Так как это практически лабораторный микроскоп, то богатой комплектации мы не ожидали. Все стандартно, два окуляра, четыре объектива, сетевой блок питания, пылезащитный чехол, матовый светофильтр, ключ для регулировки макровинта, инструкция и гарантийный сертификат европейского образца. Оптический прибор выполнен в металлическом корпусе. Осветительный блок, предметный столик, револьверная головка и окулярная трубка тоже металлические. Микроскоп оборудован монокулярной насадкой. Угол наклона насадки 45 градусов. Есть возможность поворота окуляра на 360 градусов. Благодаря этой функции за оптическим прибором могут работать либо обучаться одновременно несколько человек. Выкрутив окулярную трубку мы попадаем внутрь монокулярной насадки и видим трехгранную призму. Призма преломляет лучи света идущие от осветителя через объектив и направляет их в окуляр. Поверхности призмы не имеют просветляющих покрытий. Увеличение комплектных окуляров 10 и 16 крат. Окуляры фиксируются стопорным винтом в окулярной трубке. Посадочный диаметр 23,2 мм. Десятикратный окуляр выполнен по оптической схеме Гюйгенса. Корпус металлический. На линзах присутствует слабо заметное просветление фиолетового цвета. Заглянув в юбку окуляра, мы видим металлическую иглу, указывающую на центр поля зрения. 16-ти кратный окуляр выполнен по оптической схеме Кёльнера. Корпус металлический, хорошо заметны просветляющие покрытия голубого цвета. Опустив взгляд чуть ниже, мы видим револьверную головку с объективами 4, 10 и 40 крат. Отдельно микроскоп доукомплектован объективом в 100 крат. Одновременно Вы не можете использовать сразу 4 объектива, так как посадочных мест в револьвере 3. Вам придется время от времени менять объективы. Этот нюанс нельзя считать недостатком. Как правило, всегда есть один объектив, которым пользуются реже всего. Вот его и замените на более подходящий Вам. Для хобби Вы будете скорее всего пользоваться объективами 4, 10 и 40, а для работы в лаборатории 4, 40 и 100. Объективы выполнены по ДИН стандарту. Корпус металлический, посадочный диаметр 20 мм. Просветляющее покрытие присутствует у объективов 4 и 10 крат. Более сильные объективы в 40 и 100 крат просветлений не имеют, оснащены защитным пружинным механизмом. Смена кратности происходит путем поворота револьвера до характерного щелчка в любую сторону. Монокулярная насадка и револьверная головка соединены с основанием станиной. На ней же установлен предметный столик. Столик имеет квадратную форму со стороной в 115 мм. Оборудован двумя напряженными лапками для фиксации предметного стекла. Под предметным столиком расположен нерегулируемый конденсор АБЭ, отцентрированный сразу на производстве. Конденсор Вам необходим для регулировки диаметра светового пучка попадающего в объектив. В конденсоре предусмотрена специальная оправа для установки матового светофильтра. Настройка резкости осуществляется перемещением предметного столика по вертикали. В максимально верхнем положении ход столика ограничен стопорным винтом. Внутри станины спрятаны два механизма фокусировки – макро и микровинт. Большая рукоять на корпусе микроскопа отвечает за грубую настройку резкости, а маленькая ручка – за более точную доводку фокуса. Ход механизмов плавный. На правой рукояти предусмотрены отверстия для регулировки силы натяжения макровинта. Делается это при помощи специального ключа, идущего в комплекте с микроскопом. Микроскоп оснащен светодиодным модулем подсветки. В передней части основания размещена рукоять включения подсветки. Этой же ручкой регулируется яркость освещения. С тыльной стороны основания находится разъем для сетевого блока питания. Перевернув оптический прибор, мы видим встроенный блок питания и стикер с информацией о модели, ее серийный номер и место производства. Assembled in Italy. Собрано в Италии. Давайте наконец-то включим микроскоп и протестируем его оптику. Для фиксации изображения применим цифровую трехмегапиксельную камеру. Наблюдать будем образцы из набора микропрепаратов Delta Optical плюс объекты непрозрачной структуры, силикагель и кристаллы пищевых красителей. На изображении слабо выражена хроматическая и сферическая аберрации. Наблюдается существенная кривизна поля зрения, но это мы и ожидали увидеть, так как микроскоп укомплектован ахроматическими объективами не исправляющими поле. Со всеми используемыми образцами оптический прибор справился. Удалось вполне успешно наблюдать достаточно крупные кристаллы и шарики силикагеля в отраженном свете на увеличении в 40 и в 100 крат, хотя микроскоп не предназначен для подобных материалов. Микроскопу было решено поставить оценку в 8 баллов из 10 возможных. Первый минус – нет координатного нониуса. Двигать образец в поле зрения микроскопа на увеличении более 400 крат очень сложно. Второй минус – нерегулируемый конденсор Аббе. Вы не можете более гибко настроить освещение микроскопа для специфичных образцов. Учитывая весь комплекс преимуществ данной модели над ближайшими аналогами и при этом не забывая о минусах прибора, мы можем советовать микроскоп оптика M100F LED по большей части для учебных целей или хобби. Для лабораторных задач микроскоп использовать можно, но только дополнительно оснастив координатным нониусом. Завышенная стоимость прибора оправдана. Приобретая оптику M100F, Вы получаете действительно качественный микроскоп, который при должном уходе прослужит Вам десятки лет. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!